Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим объявление, которое несколько дней назад сделала компания Antares Trade, а также обсудим обращение Аликса Рихтера. Аликса Рихтера Аликса Рихтера Данное решение принято на основании многочисленных жалоб регуляторов данных стран на работу Antares Trade. В связи с этим по аккаунтам принадлежащих гражданам вышеупомянутых государств будут несены изменения, а именно. К изменениям мы сейчас перейдем, но в первом предложении этого абзаца мы читаем решение принято на основании многочисленных жалоб регуляторов. То есть складывается такое впечатление, что вот в СНГ такие очень вредные регуляторы, которые жалуются на инвестиционные компании с высокой доходностью, но вот в нормальных-то странах, в Европе там или в Америке, северной или южной, вот там-то регуляторы к таким компаниям относятся очень лояльно и принимаются распростертыми объятиями. Верите? Ну, что-то мне верится с трудом, что проблема именно в регуляторах, да? Хорошо, ну читаем дальше. Ну, в общем-то, я думаю, вы уже понимаете, что данные, скажем так, тексты, объявления надо воспринимать с определенной долей юмора. Хотя, конечно, я понимаю, что тем, кто вложил в Антарес средства совсем недавно и не успел выйти в безубыток или вывести значительную часть средств, наверное, не очень весело. Ну что ж, мои соболезнования, господа. Хорошо, читаем дальше. Подсчитана сумма нанесенного убытка по инвестиционной деятельности на платформе Антарес. Подсчет проводится путем вычитания выведенных из аккаунта средств и от общей суммы введенных средств на аккаунт. Ну, что, в общем-то, логично. То есть, подсчитывается, сколько человек ввел и сколько вывел в виде пассивного дохода или реферального вознаграждения. Ну, тут, собственно, как бы это логично. Дальше. Обнулены балансы счетов пополнения бонусного и операционного. Окей. Было ваше, стало наше. Все списано. Закрыта возможность получать и переводить энд другим партнерам. Хорошо. Чтобы не баловались внутрянкой. Закрыта возможность регистрировать на платформу Антарес других пользователей. Ну, то есть, пользователи из СНГ, чтобы они больше никого не привлекали. Ну, что ж. Окей. С точки зрения данного объявления, логика определенная есть. Если компания решила прекратить работу в СНГ, ну, значит, она должна полностью прекратить. Закрыты инвестиционные пакеты во всех программах, размещенных на платформе Антарес. Дальше. На каждом аккаунте будет высчитана и прописана сумма понесенных убытков и предоставлена возможность выводить 2% от этой суммы еженедельно по понедельникам. Закрытие работы с гражданами стран СНГ – это вынужденная мера и очень тяжелое решение для платформы. Однако, на данный момент это необходимо для дальнейшей работы Антарес Трейд. Итак, согласно данному объявлению, мы читаем. На каждом аккаунте будет высчитана и прописана сумма понесенных убытков и предоставлена возможность выводить 2% от этой суммы еженедельно по понедельникам. Итак, речь идет именно о тех аккаунтах, которые потерпели убыток, то есть не успели вывести вложенную сумму. Например, кто-то вложил 1000 долларов, а вывести успел только 500. То есть его убыток составляет 500 долларов. Как бы компания ему остается должна еще вот эти 500. Достаточно много людей, которые уже вышли в безубыток, то есть забрали денег столько, сколько вложили или даже больше. Соответственно, компания не видит, никаких обидов, не считает, что она им что-то должна. То есть человек либо вышел без убыток, забрал свое, либо забрал даже больше, чем он вкладывал. Поэтому получается, что компания готова выплачивать именно пострадавшим, назовем их так, тем, кто не вышел без убыток, но небольшими частями, по 2%. Реально ли это? На мой взгляд, вполне реально. И планирует ли компания это делать или нет, мы узнаем уже в ближайшие дни. Потому что, собственно, следующий понедельник произойдет, наступит буквально через несколько дней. И мы увидим, действительно ли компания будет выплачивать или это очередное бла-бла-бла. А почему можно допустить, что выплаты будут? Потому что, собственно, как многие блогеры уже отмечают, компания планирует добирать деньги в других странах. То есть это в мире хайпов называется добор, когда приостанавливаются, скажем, выплаты в каком-то одном регионе или в какой-то одной стране с целью, чтобы побольше собрать денег в другом регионе. Потому что, да, в СНГ, получается, деятельность фактически прекращена, но она продолжается в других странах. И именно, чтобы продолжать привлекать новых инвесторов, компании нужно создать позитивный фон. Да, определенный негатив сейчас, безусловно, есть. Полно роликов, где называется там, в названии фигурирует Antares Trade Scam и так далее, и так далее. Но представим себе на минуточку, что они по понедельникам все-таки будут вот эти 2% выплачивать. Выплачивать, реально выводить. Ну, наверное, те инвесторы, которые являются пострадавшими, они будут впечатлены. Они скажут, о, смотри-ка, действительно, как бы скам скамом, но компания молодец, администрация молодец, держит взятые на себя обязательства. Пусть небольшими частями, по 2%, но что-то выплачивает. Как бы, я не знаю, что на самом деле будет, я не Ванга, да, но как бы я именно рассуждаю, что это могло бы быть. И реально были случаи проектов, наверное, вы слышали, когда после скама проектов все-таки инвесторам какую-то компенсацию, частичную или полную, администрации выплачивал. Конечно, это случай достаточно редкий в мире инвестиций. Чаще всего, как говорится, как в том анекдоте, умерла так умерла, да, скам так скам. Вот. Но в данном случае мы посмотрим, как администрация себя будет вести. Хотя, конечно, те, кто знакомы, например, с хайпом Квестер Ворлд, наверное, у них возникает определенное ощущение дежавю, потому что Квестер Ворлд соскамилась в 2017 году, уже 4 года назад, получается. И что там происходило? Примерно то же самое. 25 мая 2017 года компания объявила, что она приостанавливает финансовые операции в 4 странах. Германия, Польша, Казахстан, Украина. В течение лета 2017 года вывод заблокировали в 13 странах. И к 1 августа заблокировали всю Европу. Но после окончания, как они назвали, отпуска, в некоторых странах все-таки деятельность продолжалась. И мероприятия проводились, и презентации, и так далее, и так далее. То есть, ну вот, в случае с Квестерой это был конкретный добор. По сути, скам произошел летом 2017 года, но даже после лета 2017 еще в некоторых странах деятельность продолжалась. Как будет развиваться ситуация в Антаресе, ну, надо понаблюдать. Сейчас давайте прослушаем обращение, которое записал так называемый руководитель Антарес Трейд Алекс Рихтер. Привет всем партнерам по всему миру. На связи Алекс Рихтер, руководитель платформы Антарес. Это видео я выпускаю с целью объяснить событие, которое произошло буквально несколько дней назад. Нам пишут много партнеров и просят объяснить причину случившегося. А случилось у нас следующее. Мы перестали работать в странах, относящихся к содружеству независимых государств. К ним относятся Россия, Украина, Казахстан и многие другие страны. Почему мы это сделали? Тут ответ очевиден. Мы соблюдаем законы стран, в которых мы работаем. И если главный регулятор страны запрещает нам работать в данной стране, то мы обязаны подчиниться требованиям. Я сейчас не хочу никого критиковать, обвинять или оправдывать, однако есть конкретное требование конкретного регулятора конкретной страны, и мы не можем его проигнорировать. Ведь в мире бизнеса правила устанавливают регуляторы, а все остальные участники рынка обязаны им подчиняться. Если кто-то не подчиняется, то тогда в игру вступают другие силы, и все приводит к тому, что регулятор всегда оказывается победителем. Итак, Алекс Рихтер говорит, есть конкретное требование конкретного регулятора конкретной страны, и мы вынуждены ему подчиниться. Но, согласитесь, тогда возникает такая интересная картина, если посмотреть в общем. Получается, что именно страны, входящие в СНГ, Содружество независимых государств, вот как-то так получилось волшебным образом, что именно в этих странах одновременно регуляторы потребовали от компании Antares Trade прекратить свою деятельность. Вот прямо Россия, Украина, Казахстан и все остальные страны, входящие в СНГ, вот они прямо одновременно взяли и потребовали, и компания подчинилась. А во всех остальных странах мира, вот почему-то регуляторы смотрят на деятельность Antares Trade либо равнодушно, как бы деятельность Antares Trade никак этих регуляторов не затрагивает, или даже они приветствуют. Ой, здорово, молодцы ребята, что вы у нас работаете. То есть, ну, согласитесь, звучит это объяснение, может быть для кого-то убедительно, но для меня, я бы сказал, фантастически. То есть, по заявлениям компании и Аликса Рихтера, получается, что якобы одновременно все страны, входящие в СНГ, их регуляторы потребовали от Antares прекратить деятельность, но во всех остальных странах мира ни один регулятор не имеет абсолютно ничего против деятельности Antares Trade. Ну, вы верите в это? Я что-то в это не верю, ребята. Поэтому, кстати сказать, опять же, если вернуться к истории компании Quester World, забавно, что именно тогда они блокировку кабинетов и прекращение вывода обосновали тем, что они хотят легализовать деятельность компании в данных странах, и они так и сказали на вебинаре, что вот, мы блокируем финансовые операции в четырех странах именно с той целью, что мы получаем лицензии в этих странах, и нам нужно провести кое-какие работы в кабинетах и так далее. И под этим предлогом были прекращены выплаты, ну, а как я уже сказал ранее, четыре страны, к четырем странам потом добавились еще, в результате в течение лета семнадцатого года вывод стран, из которых не было вывода, уже вырос до тринадцати, а потом заблокировали всю Европу. Принцип работы нашей компании — соблюдение законов и игра по правилам, и мы будем придерживаться этого правила всегда, что бы ни случилось. Поэтому после получения запретов от регуляторов нескольких стран мы приняли тяжелое для нас решение прекратить работу с гражданами стран СНГ. По аккаунтам данных партнеров будет подсчитана сумма убытков, и каждый понедельник можно будет выводить по два процента от суммы задолженности перед вами. То есть за год вы полностью выведите все деньги, которые вы инвестировали в программы Антарес. Я понимаю, что это не то, на что вы рассчитывали, однако в данной ситуации это лучшее, что мы можем вам предложить. Итак, Алекс повторяет то, что было сказано в сообщении от 5 июля о том, что пострадавшим инвесторам позволят выводить по 2% каждую неделю до выхода в безубыток. Вопрос, как я уже сказал, в том, будет ли компания это реально делать, или это просто отмазка. Ну, собственно, об этом мы узнаем уже в ближайшие дни и недели. Собирается ли компания реально это выполнять? На данный момент на заблокированных аккаунтах уже подсчитана сумма убытков и доступна процедура верификации. Как только основная масса пользователей завершит верификацию, мы подсчитаем общую сумму задолженности и разрешим пользователям выводить средства. Ну, верификация это уже вообще классика в мире инвестиций. Вот почему-то, когда компании принимают средства инвесторов, верификация не нужна или не обязательно. Но вот когда надо выводить средства, вот хлебом не корми, дай ввести процедуру верификации, чтобы затруднить как раз инвесторам вывод их собственных средств. Что касается Antares, то платформа продолжит работать в прежнем режиме. Для пользователей, так же, как и обычно, доступен ввод и вывод средств, создание инвестиционных пакетов во всех программах. Также мы продолжим запускать новые программы согласно нашей дорожной карте. Данный призыв понятен. Здесь Алекс Риктор обращается в первую очередь к инвесторам, живущим не на территории СНГ, и как бы намекая, что да, ребята, вот у нас инвесторы из СНГ заблокированы, но вам переживать не о чем. Типа, вы можете и дальше спокойно работать на нашей платформе, у нас там новые программы будут и так далее, и так далее. Хотя логика подсказывает, если уж компания так озабочена легальностью в каждой стране, и готова по любому чиху регулятора, так сказать, подчиняться его требованиям, а где гарантия, что сейчас в любой другой стране, в Европе или в Америке регулятор не потребует прекратить деятельность. И, естественно, получается, что инвесторы в всех странах, которые не входят в СНГ, они окажутся абсолютно в такой же позиции. Поэтому призыв понятен, и другое дело, что это выглядит как банальный добор, и именно, чтобы создать себе позитивную репутацию, администрация какое-то время может даже выплачивать те самые обещанные 2%, как я уже сказал, время, и в ближайшие недели покажут, так это или нет. Посмотрим, поживем, увидим. От себя лично я хочу принести самые искренние извинения пользователям из стран СНГ, и хочу вас заверить, что каждый из вас получит те деньги, которые он в нас проинвестировал. Адьос. Ну, в любом случае, ситуация выглядит не очень хорошо, безусловно. В общем-то, в мире инвестиций такое массовое невыполнение обязательств перед инвесторами называется скамом. А вот действительно ли компания будет выплачивать инвесторам до безубытка или нет, это, как говорится, покажет время. Если кому-то повезет из пострадавших инвесторов, и они действительно будут получать те самые 2% и будут их выводить, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Очень интересно посмотреть, действительно ли администрация собирается, выполнять свои обязательства. К тому же не будем забывать, что сейчас на рынке присутствует проект Торекса, который вроде бы как создавала та же команда программистов, которые создавали Антарес. И, собственно, получается, от того, как будет вести себя Антарес, и будет ли он выполнять свои обязательства, будет зависеть и отношение к новому проекту Торекса. А это, как говорится, тоже немаловажно. В общем, будем держать руку на пульсе. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.